Дворец единоборств Надо превратить его действительно в дворец единоборств, потому что юго-западный район наш с вами очень динамично и быстро развивается. В перспективе еще будет построено около 300 тысяч квадратных метров жилья. И естественно нужно подтягивать всю инфраструктуру. От массовости к чемпионам. Такой девиз работы дворца озвучил его руководитель Владимир Шаянов. А воспитывать будущих победителей будут на 4,5 тысячах квадратных метрах современных площадей. Для спортсменов оборудовано два тренировочных зала для борцов и ударников. Тренажерный зал, фитнес-зона, комфортные раздевалки и душевые. Во дворце будут работать секции по 10 разным видам спорта, а ежедневно занятия смогут посещать около тысячи человек. Но, пожалуй, главная гордость учреждения – многофункциональный зал, где можно проводить соревнования как по гимнастике, так и по боксу. В день открытия, к примеру, прошел уже традиционный турнир «Битва чемпионов на Волге». А здесь ребята, которые уже из спорта, из такого вроде ушли, но одной ногой еще занимаются. Мы даем возможность им заработать денег, показать себя, проявить себя и не оказаться брошенными. Поэтому мы все это будем делать, подпитывать их, поддерживать их будем. Многие тренеры, которые у нас работают, они еще не будут биться, а потом у нас работают. В программе четыре боя по правилам кикбоксинга и ММА. На ринге разгорелись нешуточные страсти за чемпионский пояс. Участвовали титулованные борцы из Ульяновской области, Татарстана, Московской, Саратовской областей и Башкирии. Наши спортсмены показали отличные результаты. Нурлан Захрабов принес первую победу. Рад, что я выиграл, горжусь собой. Спасибо моим тренера. Без этого никак. Напомним, что реконструкцию объектов в Засвияжском районе завершили благодаря реализации нас проекта «Демография». Проект ремонта был разработан спортивной общественностью и поддержан федеральным ведомством.